Есть желание играть в хоккей, но не всегда есть возможность. Челнинские спортсмены-любители, юные хоккеисты дворовых команд просят построить для них крытый каток. Пока все их баталии проходят только на открытой площадке. Накануне на корте в 27-м комплексе прошел финальный турнир среди дворовых команд. Соревнования посвятили памяти тренеров детской спортшколы «КамАЗ» и детско-подростковых клубов. За медали сражались юность, смена, белые медведи и огонек. Снегопад или дождь – примета того, что вместо клюшек надо брать лопаты и проводить каток в порядок, чтобы поиграть. Погонять шайбу спортсмены-любители могут всего несколько месяцев в году, пока лед не превратился в лужу. У нас зимний период очень короткий. В декабре они начали кататься, только в конце ноября залили каток, потому что были теплые деньки. Вот с декабря, январь, февраль. И все, в марте сейчас пойдут теплые деньки. Проведение турниров порой зависит от капризов погоды. Например, во время оттепели или метели качество льда заметно страдает. Играть в таких условиях хоккеистам приходится непросто. Это сказывается на скорость, на броски. Шайба плохо катится. Но накануне погода была благосклонна к игрокам. Взвиняющий мороз хоккей на баталии становится жаркими. Сегодня хорошо, вчера не очень было. Тепло было на улице, он таял. По словам хоккеистов, зависеть от погоды перспектива не из лучших. Единственный выход из ситуации – строительство крытого катка. Все приходились, катались, развивались, учились чему-то новому. Мы не боимся работы, не боимся. Время много уходит на чистку, много. Вот в этом году зима очень такая. Снег идет чуть не каждый день и по многу. Четыре года назад спортсмены вместе с тренерами подготовили проект обновления катка. Но президентский грант выиграть не смогли. Теперь на проблему обратил внимание депутат Республиканского госсовета Олег Коробченко. На протяжении десяти лет он поддерживает дворовый хоккей в Челнах. Если получится у нас в городе построить дворовый, крытый ледовый дворец, я думаю, его нужно построить именно на этой территории, на том месте, которое людьми уже обжито, куда люди ходят, постоянно играют и которые люди вкладывают там в душу. Речь идет о корте в 27-м комплексе. Но пока нет крытого катка, хоккеисты-любители рады возможности поиграть хотя бы зимой и определить сильнейшую команду. Первое место по итогам турнира досталось команде «Огонек». На втором расположились «Белые медведи». Все четыре клуба получили по 10 клюшек, а победители еще и трофей в виде кубка. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны-24.